На стриме, который отгремел не то чтобы давно, меня знатно так прогрела одна немецкая зенитка. Ими я конечно не особо интересуюсь, но те, что относятся к классу противотанковых, это уже другой разговор. СДКФЗ 251 дробь 21 и это не какое-то заклинание, а название той самой мясорубки. Находится она в самом первом взводе игры, так что же ее выделяет на фоне других, в чем она особенная, чем она лучше других? Три ствола, которые оснащены лентой, чья пробивная способность составляет 50 мм. Мы конечно видали и побольше, но на первом тире этого за глаза хватает и довершает эту феерию скорострельность, около 700 в минуту. Все это очень сильно напоминает легендарных гепардов из Большой Тундры с лентой DM23 на 130 пробоя. Но к сожалению или счастью, речь сегодня не о них. Больше мы чем-то особенным не выделяемся. Динамика как для подобной машины стандартная, живучесть тоже. Только вот поскольку это картонище, иногда бывают ситуации, когда снаряд просто насквозь проходит через вас без особых повреждений. И для возведения живучести в абсолют рекомендую брать всего 750 патронов для ленты. Таким образом этот гроб будет максимально полым внутри. А по микро итогу у нас получается универсальная бронемашина, способная дублить как воздух, так и наземку. Еще бы и флот одной левой смогла одолеть, да вот только туда не пускают. Главная часть подошла к концу. Если понравилось лайк ставим, а подписку оформляем. Далее идем проверять все чудо на практике. Далее идем проверять все чудо на практике. Что в любом случае вы будете играть плюс-минус в топе. Другой ленты здесь никакой интересной больше нету. Вот эти по 35 они в принципе тоже иметь что-то можно, но лучше все-таки на 50 брать и не париться. Так, меньше взять нельзя, значит берем вот так вот. Еще с режимом немного не повезло. Поехали. Кстати, интересный момент. Видели, я загрузил 750? 750 ленты, а мне положили еще 250 сверху. Лента сложная, вон там чувачок сидит, видите, такой прикольный, ничего не делает. Вот там у него лента вся сложная. Ну и под ногами у пулеметчика, у стрелка. Так, а если я сюда заеду, будет таймер? Наверное, если я буду ехать вот так вот аккуратненько вдоль стеночки, то не будет. Хорошо. В борт в принципе пробиваем вообще всех, да и в лоб тоже как бы пазиков всяких пробить не проблема. Планирую сделать на этой фигне минимум фрагов 5. И это за одну жизнь. Ну а как оно будет, посмотрим. Так, а вот эта пулеметная лента не хочет, да, пробивать вот эти трубы. Просто на этой машинке очень проблемно их давить. Но смотрите, я их даже не могу раздавить. Только не говорите, что я застрял. А лент их никак не это, не? Ну вот плохо. Почему-то лента с ними не хочет разбираться, ладно. Тогда будем как-то обходиться, сейчас. Давайте тут все к чертям снесем. Я, конечно, свою позицию выдал, но какая разница, если мы в аркаде и меня в любом случае видно. Ух ты, блин. Даже вот эти маленькие столбики. Все, надо поломать это все, оно сильно мешает здесь. Даже вот эти маленькие столбики мне не под силу поломать. Так, первый. КВшка. Этот. Сейчас, 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 я тут всех размотаю. Прекрасно. И КВ-2. Не, КВ-2. КВ-2 я никуда не беру, к сожалению. У него крепкая броня. И там особо срикошетить в корму нет чего. Но смотрите, выехали, два фрага сделали. Неплохо, неплохо. Вот, правда, ленты, да, ленты маловато осталось, конечно. Но, в принципе, неплохо. Это не 80 патронов все-таки, когда на гепарде каком-нибудь... Что там летает? Уже налеталось. Да, елки-палки. Сколько весит этот автомобиль? Тонны 3, наверное, раз он не может и трубу поломать. Ну, или скорость недостаточная. Мне сейчас нужно передвинуться к точке как-нибудь, чтобы пополнять мой боезапас. Буду, наверное, тут... Сейчас подловлю парочку ребят и поеду дальше к точке. Опасно прокатываться. Могут снести меня быстренько. Не повезло Avenger'у. Так. Поехали. Нормально. И этому пушку. Ой, ой, вот это проблема. Вот это проблема. Так. Живем, нормально. Живем, живем. Я вслушивался, падали бомбы мне... Ну, я вслушивался, то наши падают или не наши. Так. Пока живем. Нормально, нормально, живем. Я же говорю, танк как бы полый, там снаряды очень часто пролетают и просто не взводятся. Кстати, дымы кинул не я, это кто-то меня в дымы закинул, я даже не знаю кто. Спасибо тому, кто это сделал, хотя я никого рядом с собой не вижу. Неужели кто-то настолько умный, что кинул дымовой арт-удар на меня? Ну, это слишком гениальный мув был бы, я даже не знаю, кто на такое способен. Кто-то тщательно следит за ситуацией боя, что... Союзник, уставшему на ремонт, кидает арт-удар из дыма. Ой. Беда. А, все. Беда закончилась. А, точно, я его пробиваю в щеки, в принципе. Неплохо. Становись на гуслю. А он в щеки, он попытался, наверное, отвернуть щеки, чтобы я его прям так больно не бил. Все, у меня лента полностью иссякла. Ну, в принципе, и враги тоже, тоже как бы особо не наблюдаются, так что можно... Можно ехать на точку пополняться, но уже в этом смысла нет. Мы просто, просто разнесли всех. Ну, классная машинка, я же говорю. Максимально универсальный аппарат. И по воздуху отработать, и еще куда-нибудь. И... Это что? Это не наше, да? Вот, блин, куда тебе закинуть? Ну, все, у меня закончилась лента. Грустно. Ну, как ни крути, лента все-таки большая. Я стрелял действительно очень много. То есть, по сути, на протяжении, да, всего боя мне осталось только ездить, наблюдать и комментировать. Ну, я как бы еду на точку и буду уже подводить итоги. Я же говорю, если играть аккуратно, машинка прям может раздать даже в лоб. Даже в лоб, там, если рикошетить от башни в корпус, вот эти все дела, даже в лоб эта машинка может раздать. Жаль, у меня лента закончилась, не могу еще этого парня... Не могу еще этого парня отдубасить. Ай, больно. И смотрите, даже после такого мы выжили. Почему? Потому что снаряд просто не взвелся. Брони тут нету, снаряд просто пролетел. Ну, убил он там двоих, а мы поехали дальше. Чил чисто там на водителе драйв делает. Ай-драйв не мешайте ему. Я же говорю, приятная машинка, суперфановая. Вот если бы лента была адекватная у гепардов, они были бы примерно такими же. Ну, а пока довольствуемся вот этим вот. Подайте ручку, где там подписать петицию, чтобы можно было премиализировать уже купленные взводы. У меня как бы на этом все. Пишите, что думаете. Думайте, что пишите. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok